всем привет зовут меня кайдунов анатолий занимаюсь ремонтом и отделкой в городе новороссийский сегодня мы будем с вами укладывать плитку керамогранит 50 на 20 длина очень кривая очень горбатая плитка я покажу вам как и визуально сделать ровной здесь мы приняли решение за того что плитка очень кривая я вам дальше покажу насколько именно вот такую раскладку она визуально больше всего скроет всю кривизну нашей плитки его смотрите еще интересный момент многие пугаются что это обозначает вот смотрите не рекомендуется укладка со смещением на 50 процентов относительно соседнего ряда кирпичная кладка я считаю что это просто производитель себя немножко таким способом страхует чтобы ему не было потом никаких претензий со стороны клиентов плитка кривая если укладывать таким способом она идет получается у нас горбом у нас среди на бугор края смотрят вниз вот что мы имеем по факту миллиметр а то и два и так вся плитка то есть у нас центр торчит перевернули угольник и получаем то же самое будем работать обычными крестиками полтора миллиметровыми начинаем с разметки поехали выставили лазер можно это сделать без лазера можно это все шнурками отмерять неважно вот параллельно вот этой стене соответственно лазер у нас уже построил 90 градусов угол откладываем 30 сантиметров сюда 30 сантиметров сюда и сюда по четырем углам и делим это все пополам это прямая в результате нам дает угол 45 градусов эта линия у нас будет являться направлением нашей укладки первого ряда я центровал здесь у нас есть центр коридора у меня здесь отметка по центру плитки с нее и начну здесь я сразу так как я буду смещать на одну треть тоже поставил отметки плитка у нас 600 я сделал отметки 2020 работаю без перчаток в перчатках не так тактильно ощущается перепады где-то на нашей плитки по густоте клей достаточно жидкий можно даже подробовать чуть-чуть итак данном случае я буду клей наносить только на основании только на пол у меня полы идеально ровные контактный слой она керамогранит не буду наносить к ребенку у меня десятка поэтому этой толщины клевого слоя мне хватит для того чтобы компенсировать какие-то перепады неровности в плитке и также основание где тоже миллиметр-два это толщина клея даст нам немножко поиграться чуть позже я проведу эксперимент я приклею таким образом плитку здесь в каком месте на следующий день ее оторву и мы посмотрим насколько у нас идет заполнение смотрите видео до конца все это увидим вместе вытираю сразу плитку можно там еще пару рядов кинуть потом вытереть вот теперь я смотрю значит здесь со швами у нас все в порядке ровнять объясняю где-то под уровень под правило не имеет смысла у меня стяжка вся в уровне залита и вся в плоскости залита поэтому я просто прижимаю плитку полу ну конечно где-то я контролировать буду это все дело вот например сейчас я ряд положил вот поставлю правило вам оттуда не видно но здесь равнять нет смысла вот у меня здесь в городе от после по центру плитки поэтому правило будет скакать если я этот бугор попытаюсь сейчас надавить утопить плитку у меня здесь тогда вот эти стыки утонет вот эта плитка здесь и будет здесь большой перепад поэтому ну смысла здесь нету что-то под правило вы никак не выровнять только вот визуально поэтому есть такая небольшая хитрость мы делаем так чтобы у нас вот эти все швы были в одной плоскости а то что плитка посредине вот так буграми идет но это уже я считаю ничего здесь этим не поделаешь вот у нас уже сейчас здесь получается так как у нас здесь бугор происходит вот эти швы обычно они утопают немножко ниже для этого вот вы контролируете чтоб не передавить здесь соответственно будет тоже торчать шов вот почему такую кривую плитку не очень конечно хорошо удобно укладывать и свой позиции бесполезны даже крестик полтора миллиметра и все равно плитка смотрится что большие швы кажется из-за того что на плитке есть небольшая вот здесь фасочка такая вот я поставил уровень параллельно швам просто для того чтобы поймать вот эту плитку начало вот этой плитки вот видите как я придавил плитку я вам сейчас покажу как же проверить проконтролировать заполнение клеем под этой плиткой вот наши полоски от гребенки смотрите когда идет полное заполнение оно видно что наши полоски от гребенки они все вот раздавлены сто процентов то есть клей вылазить наружу точно так же по периметру всей плитки вот и с обратной стороны тоже самое так я вам обещал рассказать про крестики почему крестиком проще регулировать ширину шва если это нужно вот смотрите убрал крестик прижал плитку плотно соседней плитки и все равно визуально мы видим шел потому что эта плитка с фаской основная масса всей плитки идет вот с такой фаской у нас бывает такое даже в данном случае от мы ставим плитку здесь заподлицо вот этот край здесь на миллиметра торчит бывает еще и больше то есть еще кривее плитка поэтому для того чтобы как-то сбалансировать от перепад мы просто от центруем эту плитку то есть с этой стороны чтобы чуть выпирала и с этой вот смотрите мы просто можем крестик не до конца вставлять вот чуть-чуть фаску зависимости от глубины фаски у нас будет зависеть вот это расстояние вот то есть не до конца вставили крестик здесь его чуть ставили ну и соответственно вот потом с этой стороны тем самым мы немножко вот так раздвинули плитку сделали его по центру вот этой политики даже если у вас вот такой шов мы все равно ставим вот так вот таким образом крестики их потом очень легко и удобно на следующий день вы пришли крестики все легко рукой достали все итак я вам обещал показать какое заполнение клеем мы получим при помощи вот такого нанесения клея то есть я не делаю контактный слой с обратной стороны плитки как можете видеть нанес клей гребенкой на основании на наш пол и просто приклеил плитку данный способ годится только для небольшого формата плитки мне в данном случае 600 на 200 то есть 60 сантиметров на 20 и плюс у меня толщина гребенки 10 миллиметров один сантиметр это вполне достаточно чтобы получить стопроцентное заполнение ну а как же она будет на самом деле мы узнаем только завтра для меня это пройдет ночь а для вас это будет всего лишь вот так пойдем смотреть что у нас получилось пока клей свежим всего лишь одну ночь простоял мы довольно таки легко можем оторвать плитку если плитка постоит два-три-четыре дня я думаю вы ее уже просто так легко не оторвете вам придется скорее всего развивать плитку и вот какое заполнение у нас получилось ну если же не сто процентов то как минимум процентов 95 здесь вот как видите оторвался уже клей от основания но он на плитке есть итак подведем итог для того чтобы получить вот такое заполнение клея нам нужно выполнить всего лишь три условия первое условие это идеально ровная стяжка второе условие это у нас консистенция клея то есть он должен быть жидким третье условие это нанесение клея только на основании то есть мы не делаем контактный слой Выполнив эти условия, мы получим вот такое качество. Будет очень сложная подрезка. Для кого-то сложная, для кого-то нет. То есть у нас получается не одного одинакового размера. Я подготовлю следующий ролик, именно посвященный сложной подрезке. Я видел, как ребята вырезают шаблончики, какие-то разные другие способы разметки. Я покажу вам чисто геометрически, как можно при помощи угольника, угломера и карандаша все это разметить. Будет идеально подрезка, каждый угол заходить. Чтобы не пропустить этот выпуск, нажми сейчас на колокольчик и тебе придет уведомление, когда выйдет следующий ролик. Спасибо за внимание. Всем пока, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok